Девушки отдыхают 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 Столько золота в святые места Хорасан, шиитские святыни в Иране Сколько будет весить его первый ребенок И Аллах откликнулся Рождается дочь Причем у такой массивной мамы Там плод был под 4 кило Это как рассказывал ребят А что купил зато продают Тетя была очень крупная Дедушка принес весы из лавки Уложил новорожденную дочь На одну чашу весов А в другую стал сыпать николаевский червонц Ну наличность Можно было бумажкой, можно было золото Он червонцами пытался уравновесить вес ребенка Под рукой не оказалось 4 кг золотой наличности Вот тогда как рассказывают Дедушка снимает с себя пояс А это были очень такие интересные Патронтажного плана пояса Где вместо пуль были слитки золота То есть это был такой топовый вариант Наиболее состоятельного купца То есть когда вы видели такой пояс На человека, вы знали с кем вы имеете дело Порассказывал ему Дедушка широким жестом снимает с себя этот пояс И бросает на весы Вот так он уравновесил тетю А он все это собирается Я не знаю какую голову Отправляется в дырак В улы, разумеется, этим воспользовались По назначению Но Аллах услышь Девочка была очень трудная с собой Кстати, очень не глупа Она потом станет хорошим педиатром Она была врач Очень хорошая жизнь, педиатр Очень грамотная женщина И вот вслед за ней Рождаются три мальчика Нужно выдавать замуж Вот так То есть 12 лет могли выдать А тут 14 лет Это вполне такой пубисцентный возраст Дело было не возраст Дело было в том Что к ней посватались бандиты А мусульманские кварталы Баку В то время представляли собой фавеллу То есть русская полиция сюда не заходила Порядок контролировали Свои мафиозные группировки И пока они справлялись с ситуацией Полиции не нужно было вмешиваться И вот такого плана люди обращаются К Гаджим Амет Кериму Рамазану С просьбой благословить брак Одного из них С его дочерью А это были разные сословия И он их очень жестко Я бы даже сказал неумеренно Жестко поставил на место Он сказал что с таким отребием Я за один стол не сяду Не то что дочь отдам И выставил их А представляете какой долей мужества Надо было обладать Чтобы вот так говорить с бандитами И понимаете Человеческая психология Это очень интересная штука Когда отребью в лицо Говоришь что это отребие Вы их провоцируете На действия отребия И реакция не заставила себя Долгую ждать На следующий день У его лавок в образцовом ряду В европейской части города Эти самые бандиты Застреливают его старшего сына Прекрасно знают что русская полиция останется в стороне Разборки в мусульманской среде Утрясут сами А как утрясать Вендетты Кровной местью А начнешь кровную месть Можешь потерять других детей Кстати факты Вендетты В этой части города Происходили до 60-х годов И одновременно с бриллиантовой рукой Снимается потрясающий фильм Эльдара Кулиева В этом южном городе Который пролежит 20 лет на полке Потому что там была показана Вот эта самая вендетта А в советское время этого не могло быть Потому что не могло быть никогда А было? То есть гандетта была Обычным способом Так сказать решения проблем Но он понимал Начнешь мстить Потеряешь других детей Официально был другой вариант Обратиться в русский суд Пожалуйста Никто не может ему запретить Но это было еще хуже Он терял лицо По этому поводу Есть шикарный пассаж в Алинино Тогда Али Из своей школы Это Нархоз Реальное училище Поднимается 55 ступенек вверх Переходит вот эту границу Европы с Азией И перед ним Заброшенный дворец Шерванша Он говорит По дороге домой Я часто захожу в разрушенный Ханский дворец Старое судилище С ее огромным Мавританским залом Пусто и запущено Люди в поисках справедливости Должны обращаться К русскому судье за стеной Но вряд ли кто-либо Обратится в русский суд А того, кто это сделает Аксакалы будут презирать А дети на улицах Дразнить высунутыми языками Это не потому, что Русские судьи плохи Нет Они справедливы Но мягкие И их манера Непонятна нашему народу Вора сажают в тюрьму Где он сидит в чистой комнате Общает эти камни Где ему дают чай Иногда даже с сахаром И кто от этого что получает Никто и ничего Меньше всего обобранные им люди Галопчики пожимают у чая И обращаются за советом в мечеть А тут сидящие по кругу Мудрецы и муллы Выносят свой вердикт По закону шариата Закону Аллаха Око за око Зуб за зуб Иногда по старым Крепостным улочкам Снует укутанные В плащ фигуры Как молния Обонзается кинжал Легкий вскрик И справедливость восстановлена Кровная месть Переходит из дома в дом Алининов Вторая глава Конец и статус Вот так Теперь представьте В такой среде Обратись Он в русский суд Он потерял Это еще хуже Поэтому имея Дилемму Где оба варианта Были неприемлемы Аджим Амед Керим Рамазанов Принимает Самое разумное решение Он говорит Я упавляю на Аллах Если я Всевышний Он их покарает Я им стить не буду Но и в русский суд Не пойду Он возложил это все На Всевышнего Но ему пришлось смириться С убийством своего старшего сына И вот Молодой цветущий человек Сник Все Из него как будто Вытащили стержень В 20-й год Приходит советская власть Дом экспортируется сразу Как крупное владение Причем Как рассказывал внук Количество кроватей Матрасов Подушек Чашек Ложек И визы Соответствовало Количеству Квартиросъемщиков Представляете То есть мало того Что уплотнили вверх Еще одобрали Все имущество В общем Семью уплотняют В пару комнат И через год Умирает дедушка Но внук его не видел Он даже толком Не видел своего отца Керима Потому что Средний сын Аджим Амер Керима Рамазанова Который стал старшим В семье После смерти отца И убийства брата Аджима Он был очень интересный человек Он окончил мединститут Но он умер очень рано Он очень рано Он прошел всю войну Военврачом Дошел до Берлина Понимаете Вот такой есть Вернулся С артинами Мужик Опаленный Женился В 1947 году Рождается сын Несколько годами позже Он умирает Причем нелепо От грибка Актиномикоз Сейчас это вообще Ижитое заболевание Грибок Он подхватил его На войне И вот от этого заболевания Умирает молодой И кстати Поддающий большие надежды Но сын его мало Практически Он рано достаточно А в принципе Сына вырастет Тетушка Ахимахамуна Но Аджим Амед Керим Человек который сейчас живет в этом доме То есть его сын Он говорит Я лучше всего помню мою бабушу Я умел Лет восемь Когда она умирала И вот когда она уже лежала на смертном адре К ней умирающей женщине Приходят два человека Которые упали линей на колени Начинают молить Мне говорят Это все было дико Я их никогда не видел Внешне они были не старые Ну да Чуть старше моей тети Но по их обличию По их одежде По всему было видно Что они прожили скотскую жизнь И вот они упав перед ней на колени Начинают ее молить Обращение Говорит Это было настолько все дико Я бросился к тете И говорю Тетя А кто эти люди И тетушка ему сказала Это убийца Моего брата И ее сына Вся последующая жизнь И это покарало И они пришли к умирающей матери Убиенного имя ребенка Чтобы на смертную матри Выпускать у нее прощение Но даже умирая Она скажет Я вас не прощаю Она их не простила Вот умерла Не простила Но самое печальное Во всей этой истории Ставилось в том Что тетка не создала семьи Она не вышла замуж Она считала себя Косвенно причастной К гибели брата Потому что это было связано С ее Представившимся замужеством И вот замуж Она не вышла Стала хорошим педиатром Вырастила своего внука Вот она сказала Она меня ребенком водила По улицам И каждый дом называла По имени владельца Вот это Ахмедовский дом Вот это Маншуровский дом Вот это А вот в этом доме Керимчик Все дверные ручки Были из дедушкиного магазина То есть объем бытовой информации Был колоссальным Но ее не стало Если не ошибаюсь В 1976 году То есть она умерла Достаточно давно И Вся информация об этом доме Она собиралась По воспоминаниям ее племянника То есть это была уже такая Second hand information И вот мозаика Она не полная Но вот эта неполная мозаика История одного дома Воссоздает историю целого города Понимаете? За каждым камушком в Баку Вас встретит караван историй Но лишь печальный их финал Им реквиемы мрачно вторит Капендов нет Но истории очень интересные Когда в одном доме Как море в капле воды Можно увидеть историю целого города Но самым лучшим способом Опознание старой бакинской истории Является оленьем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин